Ребята, всем привет! Вы на канале Сегодня на Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Раннее утро, я нахожусь в Валере, в любимой Эмилитинке. Люди только начинают идти на море. И я вместе с вами очень хочу показать вам утренние пляжи. Сейчас полвосьмого утра, не буду затягивать, давайте начинать. Это атмосфера раннего утра на Урожайной. Я хотел сойти позавтракать, но у меня не получилось, потому что наша любимая столовая вербишелька еще пока закрыта. Поэтому я решил пройтись немножко по нашей Таврической улице, пройтись по набережной. Начнем мы с вами с Магеллана. Это пляж Спорт Инн. И дойдем до набережной, до конца набережной, где пляж Бархатные сезоны. И именно на Бархатных сезонах мы искупнемся. Потому что там, как правило, поменьше людей, чем здесь. Хотя не факт. Потому что сезон начался. Людей стало все больше и больше. Конец июля и самый-самый разгар. А кто-то уже, между прочим, с моря возвращается. Вот какая-то женщина. Да. Многие еще спят. У меня так случилось. Просто ранний подъем сегодня. Поэтому есть такая возможность показать обстановочку, как здесь происходит все утром. Вообще купаться нужно ходить на море до 11. Это типа правильно. Но, конечно, не всегда получается. Вот тут вот обычно. На Цемлянской улице мы всегда оставляем машину. Поэтому берите как за совет, за лайфхак. И тут покупаем мороженое в этой палатке. Оно как типа самое дешевое на набережной. И попадаем с вами вот в такой сквер. Интересный тот денечек. Кто-то что-то тут продает. Видите, вообще просто пока малолюдно. Тишина. Ну, это и хорошо. Передам вам такую утреннюю шикарную атмосферу Адлера. Здесь обычно днем стоят, бабульки продают все, что насобирали, все, что нужно перепродать. Движуха такая. Пока так спокойно. Класс. Экскурсии еще тоже, видите, закрыты. Кофейня, которая вот тут вот находится слева. Она тоже закрыта. Прокат. Ничего пока не сдается. Мороженое тоже закрыто. Вот так вот у меня получается вам показать все рано-рано утром. Вот она набережная, ребята. Меретинская набережная. Тоже пока пустая здесь, пока можно больше увидеть спортсменов. Пустая. Класс. Но вон там, вон там, вон. Это где пляж Бридж. Тоже сейчас туда дойдем. Там людей очень много. Я не знаю, как сейчас здесь, на Спортклине. Сейчас с вами все посмотрим. На морюшке Штиль. Смотрите, пляж Спорт-Ин. Даже мои любимые челаут-зоны свободны, пока никого нет. Вот такой вот пляж. Массаж, косички, спасательная вышка. Это что-то непонятное. Пост охраны. И вот такая вот утренняя атмосфера, ребятки, на пляже Спорт-Ин. Я напомню, пол восьмого утра. Люди плавно начинают подгребать. Кто-то, конечно, уже с пляжа уходит, потому что солнце действительно становится ядреное. Здесь вот такое бар-кафе с мороженым. Вот оно. Еще тоже закрыто. А вечером они все здесь делают такую члаут-зону, где можно курить кальян. А днем вот так. Ну что, давайте с вами пройдемся по набережной. Ребята, мы достаточно долгое время прожили в Сочи. Посетили просто максимум всего, что здесь можно посетить. И написали свой авторский гайд. Цена этого гайда всего лишь 490. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Там есть все, начиная от Лазаревского района до самой Красной Поляны. Чтобы приобрести, напишите либо мне в директ, либо Настеньке в директ в инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Продолжаем. Это вот как раз ресторан Магеллан. Мы его всегда просто как ориентир. Вот вообще пляж называется Спорт Ин. Он достаточно длинный. Здесь, значит, прокаты саббордов. Огромное количество. Можно прям с утра на рассвете покататься. А там вот еще паровозик едет. Видимо, на другой пляж перегоняют. Единственное, что вот эти камни повылазили. Все было закрыто. И ничего не было. Но когда сюда пришли сильные шторма, это было очень недавно, когда Сочи топили, я думаю, вы все в курсе. То все это дело опять повылазили. И восстанавливать, то есть снова привозить этот камень, конечно же, никто не будет. И так тут пострадали пляжи. Убытки, в принципе, мощнейшие. Эко-косметика открылась новая. Сан-степ. Тапки. Ташир пицца. Постоянно здесь покупаем пиццу. Рекомендуем. Можно. Бургер-клаб. Что-то особо там не покупали. Но у них вот открылась веранда. Второй этаж. Атанционируйте. Вчера гулял на вечером, смотрел. Вот видите, еще получается заход на пляж Спорт Ин. Здесь так они поставили цветочки. Какая вот, ребята, тут атмосфера. Это переодевалки. Есть брусья, спасательная вышка. И вот они все камни, видите, вот так вот повылазили. Давайте немножко пройдем по пляжу. Да, людей пока очень мало. Сейчас буквально через 3 часа. Даже 2, наверное, часа. Здесь все забьется людьми. И все. И лечь будет негде. Видите, даже зонтики еще пока не раскрыты. Камни повылазили серьезно, конечно. Да. Вот правильные кабинки, где крыша закрыта. Качельки. Лежат почему-то. Вообще, они были бесплатные. Как сейчас они, я не знаю. Вообще, я на ней катался бесплатно еще в июне. Но это может быть только в июне. Лежаки, получается. Видите, выставили прямо на первую линию. И где ложится по сути людям, что-то непонятно. Я думаю, все прекрасно разберутся с этим. Класс. Очень мало людей с утра. Вот прям очень. Но, по крайней мере, вот на Спорткине. Значит, если приезжаете, ловите лайфхак, с утра приходите, тут никого нету. Просто там дальше народу очень много. вот они заборные. Круто. Убавленный парк. Это очень-очень хорошо. Здесь еще был песок. Теперь его нет. потому что штурм был сильный. Вот от песка остались только такие тряпки, которые ложат изначально, а потом сверху песок. Но, увы, все смыло и, конечно, нормы не будут завозить. Зачем? Тут, представляете, если начать опять такую работу проводить, это будет копать. Вот, видите, в таком вот состоянии, то есть вот эти вот тряпки они лежали, сверху был песок, а вон там, в самом-самом конце есть остатки песка. Я думаю, вы можете здесь увидеть. Тут пляж был очень ровный. Здесь потому что стояла волейбольная площадка. Люди играли. Классно. Я теперь знаю, что если хочется в спокойствии покупаться, вот, пожалуйста, в 6 утра пришли. 7, 8, 9, 3 часа у нас точно есть абсолютно безумного пляжа. Абсолютно. Спортлин так точно. Арфа-отель, я думаю, то же самое. Этот соседний пляж покажу в другом видеоролике, потому что тут, на Бридже, просто уже копец. Вот, на набережной кто-то объявляет о поводе там коронавирусных, там туда-сюда. Но нас это не интересует. В Сочи так это точно никого не интересует. Вот так выглядит, ребята, пляж Бридж. У них здесь очень красиво. Тоже был песок, но, увы, увы, его нету. Раньше песок был только на Редисоне. В этом году все пляжи повторили этот успех с песочком, но шторм никого не пощадил. Как дела обстоят сейчас на Редисоне, я покажу вам тоже в следующем выпуске. Смотрите, как тут. Это часть набережной, она, кстати, всегда такая более пустая, потому что тут особо ничего нету, просто серебряная зона. здесь установили новую скульптуру с дельфинчиками. Вот так вот. И вот он, пляж Бридж. Вот такой заход для колясочек. Все есть, огромная теневая зона, душ, переодевалка, здесь же мороженое и бунгалы. И, кстати, по поводу дельфинов. Вот здесь вот на пляже Бридж, бархатные сезоны, на каждом входе теперь, получается, стоят вот эти дельфины. Это как символика, что здесь, здесь, придя на эти пляжи, вы всегда сможете увидеть дельфинов. И это очень классно. Вот когда такой штиль, я сегодня постараюсь их поймать, но в целом, сколько бы сюда не приходили, мы всегда дельфинов видим. Вот такое теневое зону тут, смотрите. Вон спасатели, они пытаются немножко выровнять пляж, видите, потому что волна сделала очень сильный, очень резкий такой обрыв. Куда-то отправился, вон даже первый катер уже на морскую прогулку отошел. да, очень здорово с утра. Здесь также есть у них техническая зона, вон зеленый гидроцикл стоит, можно взять покататься. Здесь, значит, смотрите, что есть рядом. Есть детская площадка, воркаут площадка, вот, все тут прямо по курсу. Почему здесь много народу на бархатных сезонах, потому что здесь есть огромный комплекс бархатных сезонов, огромный отель Бридж, Екатерининские кварталы, и получается, что все люди, они приходят сюда. Смотрите, катамараны стоят, реклама везде, зелененькая вот эта доставка еды. Вот такая вот площадка, здесь, видимо, какой-то еще йога проходил, судя по коврикам, ребята тренируются. Вот такая здесь площадь, фонтан Дружбы народов, вот он по вечерам работает, подсвечивается, все очень-очень красиво. Здесь огромнейший выбор самокатов. Центральный вход на пляж, Бридж, здесь сделан для колясок, очень-очень удобно. Так, челаут зоны пока свободны. Здесь еще, видимо, какой-то детский лагерь. Вот, посмотрите, как они сделали спуск. Такой многоуровневый, интересно. Вот она, техническая зона. И вот столько людей про лагерь, то, что я сказал, вот ребята идут все в красной форме. Так, пошлите теперь на пляж. Есть настил. Ну, все как обычно, он был, значит, переодевалки, души, вот раздельный мусор, пока лежаки свободны. Вот самые первые люди, видите, которые берут зонты, они же их раскрывают. Вот такой очень удобный спуск в море. Так, они здесь сделали, значит, сцену, но она и в июне была. Сейчас просто еще, видите, не функционирует рано утром людей, людей вот в этой части много. Поэтому, ребята, не забываем про лайфхак. Здесь, кстати, сделали такие прикольные качельки, можно покататься прям над баром. А мне очень нравится вот эта зона, вот эти вот полуракушки задвигаются и получается как такая круглая кровать, когда раздвигается, там стоит стол, можно в Сторовской провести время. Три часа шестьсот рублей, час двести пятьдесят, один день тысяча семьсот. Так, здесь стоит очередь, видимо, от отеля Бридж. Куда-то непонятно, что выдают, полотенцами киньте. Вот тут также сразу ходят менеджеры, которые предлагают экскурсии. Ребята, как же здорово! То есть, если вы хотите и думаете приехать ли вам баннер или не приехать, мне кажется, выбор очевиден. Просто нужно знать места, нужно подгадывать время, и тогда ваш отпуск будет максимально комфортный. Я напомню, что сейчас еще раннее утро, поэтому даже хот-доги, эскимо, всякие мороженое, пока еще ничего не функционирует. Ну, говорю, буквально через час, наверное, часиков в 9, может быть, в 10, все откроется, и здесь прям будет движуха, люди, конечно, потянутся. Мы тоже обычно ходим на море, это где-то, дай бог, в 11, пока все проснемся, пока детей накормим, вот, так, чтобы я рано пришел, это, конечно, что-то нереальное. Меня просто очень рано сегодня разбудили, и я сразу отправился снимать для вас. Так, смотрите, вот в июне этого не было, только пытались установить, значит, это детский бассейн. Будьте здоровы. Так, ну, что-то часть сдута, вот, здесь акулы, ну, видимо, просто ребятня может покрыгать, здесь, наверное, какая-то еще горка устанавливается, вот она спущена как раз, вот, и еще один бассейн, да, это все правильно, это горки, их тоже, видимо, чуть-чуть попозже надуют. Видите, не получается все максимально показать, потому что у нас еще очень рано, так, есть, значит, большой детский клуб, вот, видите, его сейчас только открывают после ночи, собраны вот так вот матрасики под спасательной вышкой, всякие информационные таблички, вот еще один детский клуб, выиграть 15 минут в подарок, тариф 30 рублей, 300 рублей, 60 минут 500, 90, 750, блин, бери, сетевая, кстати, кафешка прикольная, блин, бери, в Адлере, еще одна, значит, смотрите, территория саббордов, у них прям такие сапы стилистические, коричневого, коричневого цвета, очень интересно, здесь опять какая-то очередь куда-то стоит, люди, не пойму я снова, так, еще мне мне нравится, это у них каяки, прозрачные, таких каяков, плавать одно удовольствие, здесь балансир, можно взять, тренироваться, кафешки сделали, открыли, вот их точно не было, да, отлично, и здесь, вот здесь, смотрите, людей уже гораздо поменьше, а это что? бунгало, это получается, берете бунгало, и возле каждого бунгало еще стоит вот такой дополнительный бассейн, слушайте, это очень круто, особенно все с ребенком, вы просто чудите, у вас, кстати, возле бунгало есть даже холодильник, где вы можете сложить туда напитки, слушайте, это вообще потрясающее тема, вообще круто, крутая задумка, мне кажется, это вообще первый год, когда они это сделали, здесь, значит, улитка-бар, вот он, да, и тут, вот тут, посмотрите, сколько мало людей, качельки еще в состоянии ночи, они спят, как же тут здорово, ребята, посмотрите, какой вид, обожаю этот пляж, за то, что на нем открываются вот эти панорамные виды на Абхазские хребты, в июне, в июне еще можно было застать, когда все было в снегу, но сейчас уже все, сейчас уже все растаяло, только, наверное, если подниматься на Розохутор, там, на Черную пирамиду, там можно застать немножко снега, по крайней мере, мы заставали в конце августа, еще там лежал снег, видите, как мало людей, вот это клево, все зоны еще, вообще не функционируют, а только ребята начинают носить бескаркасные кресла, так, доставка еды и напитков до дивана, вот под тарифом, смотрите, мягкие диваны, 700 рублей час, кресло, 200 рублей час, кстати, а было, по-моему, вообще, по 250, вот так вот, люди здесь стоят, загорают, кто-то лежит, очень и очень здорово, и, кстати, вот набережная тут заканчивается, и вот эта часть набережной, она очень крутая, потому что, тут нет вот этих высоких, высокого бетонного ограждения, и когда вы сидите на этих лавочках, вы пялитесь не в бетонное ограждение, а на море, и на горы, в общем, пляж очень-очень широкий, я его рекомендую обязательно к посещению, это даже не обсуждается, вы точно здесь кайфанете, здесь также есть прокат сабордов, шикарный вид на Абхазию, вон там вот, дальше пляж, он труднодоступно называется, королево Балтики, давайте теперь искупаемся, вода идеально чистая, идеально чистая, здесь такая детская зона есть, сразу техническая, вот сегодня, сейчас она прохладная, и действительно можно освежиться, так, ладно, давайте, давайте нырнем, о, уже парить по шейку, слушайте, ну вообще огонь, это прям лучшее утро за последние недели, ну не недели, конечно, но дней так точно, кайф, видали, какая чистенькая вода, такое течение, слушайте, смотри, те, где нырнул, и меня как относит, посмотрите-ка, ничего себе, а главное, гляньте, какой вид, ребят, тут открывается, купаешься, и просто, кайфуешь, это не просто, купаться, например, в том же Адлере, где видно железную дорогу, кайф тут вообще, да, слушайте, течение, я вот замер, и меня прям относит, обалдеть, так, ладно, давайте, еще раз нырнем, раз, два, три, Класс, я не знаю, как выйти из воды, блин, как относит, а? Вот такой вот, вид открывается с набережной, видите, здесь вот, нет вот этого вот, бетонного ограждения, который был, в самом начале выпуска, и это, очень-очень здорово, ух ты, слушайте, смотрите, здесь, открыли, или откроют, или открыли, вот, не застал, потому что, вот, еще раннее утро, медийное место, это, как в Сочи, здесь, короче, буду так же подавать, как на набережной, в центре Сочи, мидии, очень-очень вкусные, клево вообще, а? Так, а тут, с этой стороны, вот, начинаются, кафешки, столовые, здесь есть, дайвинг, школа дайвинга, можно, поплавать, вот, все здесь открылось, это называется, кафе Море, так, блин, бери, я вам показывал, с той стороны, здесь писательный пост, администрация, пляжи, вот, надпись, бархатные сезоны, дальше, дальше, начинается, бетонный, вот, забор, и, торговые, ряды, дальше, есть, всякие, кафешки, смузи, этот, получается, вдоль набережной, такие, вот, два, рядами, здесь можно покушать, потратить денежки, а еще здесь была вывеска туалет, я хочу посмотреть, сделали ли его бесплатным, или все-таки он такой же платный, так, вот он, слушайте, ну вот пока закрыто, он бесплатный, а так он все равно платный, и вот она площадь снова дружбы народов, а напротив вот этого фонтана, я все думал, что здесь откроют все-таки парковку, как она была раньше, а если в итоге нет, здесь просто поставили вот такие пальмы, установили лавочку, сделали просто как бы такой аля сквер, хотя, вот вы можете на асфальте белом нарисовано заметить следы от бывшей парковки, вот здесь был заезд, соответственно, на той стороне был выезд, да, где парковаться людям непонятно, хотя, мне кажется, это была идеальная зона для парковки, потому что погулять можно вот тут, так, а здесь большие изменения, во-первых, здесь был такой логотип про рыбу, вот, вот этого ресторана, было сурф-кафе, такая классная детская площадка, а в итоге, гляньте-ка, сурф-кафе закрыли, пару рыбоплывиску убрали, и на детской площадке не осталось почти ничего, только вот эти веревки, и еще какая-то фигня батутная, но, походу, тоже закрыта, печально, печально, вот такой вот выпуск у нас с вами получился, я надеюсь, я вам передал утреннюю атмосферу в Адлере, в Эмилитинке, в общем, хотите насладиться безлюдным купанием, приходите утром, здесь очень круто, очень круто, шикарные пляжи, и шикарный вид на Абхазские горы, на этом моменте я хочу с вами попрощаться, увидимся с вами завтра в новом видеоролике, пока!